19 часов и 4 минуты в российской столице. Добрый вечер, господа, это Финам-ФМ, у микрофона Юрия Пронько, ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время». Сразу скажу, я уже своей гостью это сказал заочно, когда вы еще не слышали ничего, сейчас скажу очно, эту гостю я ждал давно, я просил, выпрашивал, можно сказать, чтобы она ко мне приехала, и Ирина Хакамада, наконец, доехала до студии Финам-ФМ. Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Я напомню, средства коммуникации, ваши звонки на 65 10 99 и 6, код Москвы 495, ваши письма на финам.фм, там же на портале идет прямая веб-трансляция, то есть вы нас можете не только слушать, но и смотреть, кроме того, можете пользоваться и моим личным аккаунтом в Твиттере, направлять туда свои вопросы и комментарии. Вот я назвал нашу с вами встречу, да, тему программы «Возможен ли контроль общества над властью?». Безусловно, я зацепился за такой момент, как ваше вхождение в президентский совет по правам человека и развитию гражданского общества. Ирина, вы на самом деле считаете, что такой контроль возможен, что подобными институтами можно что-то изменить? Подобным институтам нет, потому что всего лишь совет. Всего лишь совет? Это институт консультативный, поэтому можно просто воздействовать на личность. Тем более в России власть сильно завязана на личности, и чаще всего на одну, которая является президентом. Есть возможность хоть как-то воздействовать, то воздействуем. Но контролировать власть может только институт, реально действующий, и при двух условиях. Если власть готова идти на самоограничение и стимулирует создание таких институтов, или власть не хочет идти на самоограничение, но общество настолько созрело, что оно заставляет власть уйти из определенных, ну не быть монополий, не распространиться на все жирным слоем масла, не притопить все, и заставляет действовать под своим контролем. В этой системе координата нынешняя Россия где? Она, к сожалению, в переходном состоянии, когда власть все-таки мыслит категорией не самоограничения, а максимального расширения своего в экономике, максимального расширения своего в политике, и даже воздействия на все якобы независимые другие институты, в том числе и судебные. Это такое имперское мысление. То есть мы мудры, мы знаем, вы дети, общество еще не доросли, поэтому надо вас контролировать. Но это вот реальные разговоры во власти, вы считаете? То есть вот такое убеждение. Граждане России не до, ну или как вы мягко сказали, детишки. Знаете, не только во власти, не только во власти. К сожалению, я это слышу от интеллигенции, от бизнеса, от предпринимателей. Недавно, не буду назвать фамилию, очень известного предпринимателя, который прямо так и сказал, он очень успешный. Я спросила, почему как бы в России один тип, а за пределами другой. Говорит, ну что ты, наш народ не знаешь, с ним нельзя серьезно. Он темен, поэтому он получает свою власть. И это распространенное использование известного выражения, что каждый народ достоин своих... Кого? Правителей. Правителей. Но достаточно оскорбительная, по-моему, фраза, нет? Нет, она не оскорбительная, потому что действительно правители — это часть настройки, а народ — это часть базиса. Но российский опыт показал, и он же очень особенный. У нас не было ни феодализма, мы сразу из реформ сверху Александра II перекинулись очень быстро. В историческом плане очень быстро перекинулись в рабство коммунистическое. Поэтому у нас нет ни контрактной культуры, ни контракта и спора между царем и землевладельцами. Ну, как-то вот мы все были подданными, и как только возникла хоть какая-то конституционная монархия, прожила она недолго, тут, господа революционеры, быстренько все переделали. Поэтому для российской истории, я считаю, скорее больше работает противоположный тезис о том, что каждая власть достойна своего народа. Вам не нравятся народы, ребята, но мы сделали все, чтобы у вас был такой народ. Или как-то еще говорят, границы открыты, да? Да. Можете... Или валите. Поэтому, конечно, сегодня контроль общества за государством, как институт, мне кажется, встроен очень формально на уровне мифологии, пиара, на такое некое осторожного приближения. Оправдать частично можно, потому что Борис Ельцин жестко повернул в другую сторону. Он самоограничивал власть, как мог. Создавал действительно независимые институты. Выдерживал все. Критику независимых масс-медиа, распад Советского Союза, мирно отдал Крым Украине. При этом, правда, напал на Чечню. То есть, да, все равно как-то не сработали нервы до конца. Но при этом пытался. И Ельцин, конечно, спокойно реагировал на жесткую критику. Я знаю, что Явлинскому после импичмента, ему в связи с Чеченской войной, которая выдвинула яблоко, публично обсуждала в парламенте и двигала Мизулина, которая сейчас с Мироном. А Явлинский был организатором всего этого процесса. Ельцин после предлагал работать у себя. То есть, он действительно шел по пути к некой другой, неугнетенной со стороны власти моделью развития духа общества. А сейчас главной идеей власти, у меня такое впечатление, является сохранение. Сохранение все-таки имперского духа. Что нация, государство, это одно и то же. Если мы хотим величия нации, мы должны верить государству. Да, но это подмена понятия. Да, мало того, оправдать можно только одним, что Ельцин, двигаясь к этим институтам и одновременно решая проблемы экономические, конечно, способствовал огромному количеству коллапсов. Люди не получали зарплаты, получали их кастрюлями и всякими рубашками. А задолженность по зарплате вырастала в целую вообще трагедию. То есть, проблемы, где найти деньги. Дефолт 98-го года только начали расти и рухнули. Распад родственники с одной стороны, с другой. То есть, у людей все эти ограничения власти ассоциируются с бунтом и неуправляемостью движения. И сегодняшняя власть, с одной стороны, мне кажется, у меня такое впечатление, реально этого боится. 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 Да, боится этих институтов, что дальше будет коллапс. И одновременно ей и выгодно, чтобы их не было, чтобы это тотально контролировать все. Ошибка только одна. Системная ошибка, что мы не Сингапур. Меня вот раздражает, что даже уважаемый мной Фадеев в дебатах постоянно ссылается на Сингапур. Говорит, Бета, ну хорошо, когда вы ссылались на Китай, хотя это тоже не очень корректно, ну нельзя корректно сравнивать китайцев с их конфуцианством, то есть отсутствием религии, но жестким сводом правил, которыми не веками, веками выращивали себя и все молодое поколение, вот с нами, которые все время в ломке всех институтов, в том числе религионов. Ну хорошо, но у Сингапур, он маленький с ноготок, мы огромная страна, даже после распада. И в такой стране выстраивает тотальный контроль государства над всем, стягивает все решения, все ресурсы на себя, управлять этой экономикой в ручном режиме, когда фактически даже от премьера уже ничего не зависит. Я вообще не понимаю, как можно брать на себя такую ответственность, но это же какая-то фантастика, я бы не пережила. Я как бы себе представила, что как я чихну, так и будет. А если я не чихну, а если я вовремя не замечу, а если я замечу и сделаю ошибку, то у меня вся страна, что ли, рухнет? Зачем мне это надо? Я считаю, что само ограничение власти, это одновременное и облегчение управления. Вы передаете, вы делегируете не только деньги, которых вам может быть жалко, но с ними же уходит и часть ответственности, что приятно. Ну а почему они понимают-то? Ну ведь прописная истина. Боятся, наверное, что распадется, вот после Ельцина боятся. Было имперское мышление. Распал Советский Союз, теперь еще я буду, что тем президентом, при котором распадется дальше Россия, не хочу. Имперское мышление на оба полушария. Да, то есть главное, где удерживать, удерживать вот эти территории. И нету мышления, согласно которому экономическая самостоятельность регионов будет удерживать территорию. Я удивилась, я не буду называть опять же фамилию. Я говорила с одним экспертом, достаточно приближенным к Кремлю, и сказала, что все-таки децентрализация бюджетного финансирования, то есть необходимо в регионах оставлять. На что получили ответ? Деньги при источнике, да? Иж ты с ума сошла? Ирина Хакамада сегодня в реальном времени. И перераспадется, ты что? Продолжим после новостей. 19 часов 18 минут, это реальное время, Финам-ФМ. Напротив меня здесь, в московской студии нашей станции Ирина Хакамада. Ваши письма на финам.фм, там же идет и прямая веб-трансляция, звонки на 651099,6, код Москвы 495. Ирина, вот мы сейчас, у нас, я открою сейчас тайну слушателей, у нас интереснейший был диалог за эфиром, да? И я воспроизведу только один фрагмент. В общем-то, вы сравнили власть с женщиной. Да. А, это же женщина. Это женщина, да. Она коварная, эмоциональная. То есть, как и женщина в патовых или таких вот серьезных, да, ситуациях, когда ей кажется, мир рушится, муж уходит, там, я не знаю, какие-то проблемы с детьми и так далее, и там логики нет, так и с властью? Нет, как, я привела более простой пример. Если женщина боится потерять мужа, и она живет в этом страхе, она устраивает истерики, давит, доводит его до ручки, и она его теряет. Если женщина не боится потерять мужа, то есть не боится жить одна, она самодостаточна, то даже видя, что он изменяет, она может создать такую конкуренцию, не говоря ему о том, что я знаю, что ты изменяешь, что в результате он вернется к ней. Но это может сделать только себя очень уверенная женщина, которая не живет страхом, которая не боится остаться одна. Власть, которая все время живет в страхе, что ее кто-то свергнет, что-то взорвется, распадется, кто-то получит самостоятельность и всех поубивает и так далее, не может принимать нормальные решения. Почему? Потому что она не самодостаточна. Как это ни странно. И сегодня я чувствую, страхов очень много. Поэтому в ответ на мой вопрос, дайте большую экономическую самостоятельность региона, потому что тогда повысится степень управляемости. Измените межбюджетное отношение. Да, межбюджетное отношение появится управляемость, и они говорят, Ира, ты сошла с ума. Экономический самостоятельный регион тоже выйдет из России. Я говорю, кто сказал? Вы понимаете, что такое выйти из России экономическую самостоятельность? Вы хоть немного когда-нибудь были внизу, или вы уже там наверху забронзовели. Экономический самостоятельный регион живет, как медведь в меду. Почему? У него 70% остается денег. У него налоги крупняк платит на местах. Он не бегает, не склоняет голову в центр, дайте мне это, дайте мне то. Он свои 30 дает. Зато армию не содержит. Общими образовательными вузами не занимается. Медицинское страхование для бедных частично покрывает, частично делает центр. И так далее. Зачем ему самостоятельность? Это что же такое самостоятельность? Вы понимаете, границы обустраивай. Армию его содержи. По всем ответственность сумма. В ООН входи. Кому это надо? Вы что, с ума сошли? Вот этот губернатор будет заседать в ООН? Я говорю, но распадется быстрее, если как на Дальнем Востоке. Туда нельзя, это нельзя. При этом никто не долетает, при этом никто не доезжает. Климат другой. А пошли вы все, потому что далеко от власти и не так боится. А если что-то можно, например, как саммит ТТС, то деньги должны остаться в пределах Садового кольца. И я слышу, знаете, какой аргумент? Ира, настоящая империя строится только на страхе. А ты говоришь про какие-то там мотивы и мотивации. Я говорю, а вы что до сих пор империю ходите строить? То есть они, вот те люди, которыми вам оппонируют, они искренне это говорят? Не знаю. Империя строится на страхе. А попилы, которые они устраивают в собственной стране через всякие госкомпании? Нет, это говорят, я думаю, не искренне. Я думаю, это эксперты, которые обслуживают. Потому что это эксперт. Он всю жизнь эксперт у нас хуже политика. Кто заплатил, там и рисует. Те узоры и раскрашивает. Одни были либералами, теперь они стали имперсами. Поменяется власть, станет у власти либерал. И опять начнут говорить, да, действительно нужно создавать что-то другое. Но все равно это же впечатление и тренд, да, то, что там происходит. Вот последние три закона. Один уже прямо совсем сформирован, два там одно в одном чтении. Смотрите, что происходит. Первое, по статье «Организованная преступность» стороны предпринимателей, если это организованная группа, то обязательно работает суд присяжных. И поэтому при суде присяжных очень большая вероятность независимого суждения, очень большая вероятность, у них все-таки больше процентов правдательных приговоров. Поэтому по этой статье, организованной преступности, по которой экономическая, по которой дают огромные срока, прокуратуры и следственные комитеты не связывались. Потому что, ну, суд присяжных. Теперь по новому закону предлагается юридикцию присяжных судов, ой, юридикцию всех дел о мошенничестве, это легкая статья, и «Организованная преступность» — это крупная статья, перенести в привилегию районных судов. А в районных судах судов присяжных нет. И все, и вы вляпались. Почему? Потому что вся статистика по судам без суда присяжных показывает оправдательные приговоры 0,12%. Вы перекинули. Затем, теперь о мошенничестве. Была одна статья, резиновая, по ней, может, было куда угодно. Это вот то, за кем гоняются, за предприниматель по любому поводу. Теперь туда еще шесть штук добавили. Да, ответили на призыв того же Титова, что без обвинения, то есть без предъявления обвинения стороны потерпевшего нельзя затевать дела. Поэтому, да, дополнили шесть статей, по которым нужно обязательно предъявление обвинения со стороны потерпевшего. Но эти статьи, если почитать, это вообще мама родная. То есть там настолько все тонко. Если вы поцарапали, там есть страховые, например, преступления теперь появились. Страховым компаниям нравится, но смотрите, что получается. Если вы поцарапали машину и не заявили, а потом выляпались в серьезную историю и заявили, и заодно про царапину сказали. Вас могут обвинить, что это мошенничество, подходит под статью страховое, и вы получите лет семь. Как легко решаются судьбы. Да, очень легко. Значит, у нас получается, сужается юрисдикция суда присяжных, прежде чем это будет касаться предпринимателей. Второе. Расширяются статьи о мошенничестве, они все будут пересекаться, все будет запутано, прокопаться будет невозможно. То есть дали немножко пирога и тут же все отняли. И, наконец, последнее нововведение. В исключительных случаях можно было по запросу рассматривать дело по новой, с тем, что неправильно шло следствие. А теперь в рамках приговора, то есть срок давности может длиться 15 лет, 20 лет, даже если уже приговор есть, даже если вы уже отсидели и вышли на свободу, или вы наоборот еще сидите по этому приговору, просто в любой момент можно ухудшить ваше состояние, только потому что появились новые обстоятельства, которые говорят о том, что последствия вашего преступления, совершенного, например, 10 лет назад, стали другие. Причем не нужны для этого никакие доказательства ошибок судебных или не тех свидетельствий, да, не тех свидетельствий, пока нет. Просто субъективно следователь может решить, что вы, например, кого-то оскорбили или у кого-то подписали неправильный контракт, решили, что это мошенничество, поэтому, например, 12 лет срок давности, вы отсидели свои 2-3 года, вышли, уже довольны, что все кончилось, а тот гриппом заболел. Если кому-то вас надо заказать и посадить заново, то теперь просто вот так вот щелчком говорится о том, что то преступление, которое совершили там 3 года назад, и срок давности, по которому 12 лет, привело к новым, более ухудшающим обстоятельствам, и поэтому вас сажают снова в тюрьму. Теперь это будет очень легко, это облегченная процедура. А что это за человеконенавистничество? Я вот то, я не понимаю, мало того, я знаю. Это же просто паранойя какая-то. Это паранойя, причем я знаю, причем это двигают же не психи депутаты, это двигает в такой форме, может быть они хотели что-то хорошее сделать, но нельзя же это так неграмотно делать, не считывать последствия. Это двигает два закона, Верховный совет и один правительство. Теперь одновременно тот же РБК с утра до вечера сообщает, что количество уезжающих среди активной молодежи увеличивается и каждый год составляет уже десятки тысяч. Когда называют суммы выкачанных отсюда денег, то семьи, дети, за ними капитал, здесь зарабатываем, туда отвозим, то мы прекрасно понимаем, что через 10-20 лет здесь останутся самые неконкурентно способные представители человечества. Все конкурентоспособные убегут. Почему они убегают? Правильно вы сказали, граница-то открыта? Я спросила недавно одного молодого человека, ему 25 лет, это он закончил бизнес-школу, и все хорошо, и так далее. А что за три копейки мы учимся за границей, в том же Лондоне? Почему мы там что-то бегаем, работаем в гостинице, еле сводим концы с концами, потому что чтобы там... Девчонки идут бэби-ситерами. Да, потому что в аренду взять даже квартиру, в ренту, это страшные деньги, причем в пригороде, малюсин. Он говорит, я могу планировать жизнь. Я могу планировать жизнь. Я знаю, сколько мне нужно проработать, чтобы меня повысили. Я точно знаю, что если я работаю честно, то мне выпишут премию, и меня повысят. Я точно знаю, что проработав столько-то лет, я уже заработаю на другую квартиру. Я точно знаю, что если я буду безработным, то меня охраняют, и даже по рабочей визе я получу пособие по безработице. Если у меня родится ребенок, я точно знаю, что здесь бесплатная медицинская обслуживания. Я плачу всего 2% зарплаты, могу пойти. И даже операцию сложную сделать, и ничего надо мной не висит. Я знаю, что такое попасть, заболеть в России. Там в России ничего нельзя, мне 25 лет, я не могу планировать ничего. Я могу вкалывать всю жизнь и остаться нищим. Я могу заболеть и умереть от нищеты, или мои родители заболеют и не смогу оплатить им операцию. Ничего не ясно. Я не хочу жить в такой системе. Я патриот, я люблю русский язык, я работаю с русскими. Я делаю все для того, чтобы мне здесь было хорошо. Но я не хочу портить свою жизнь на непредсказуемую ситуацию. Поэтому как можно принимать такие законы, а параллельно говорить о том, что средний класс должен оставаться и не на митинги ходить, а вкалывать на общество, не ясно. При таких законах настроение портится. Ирина Хакамадо сегодня у нас в реальном времени на Финам.ФМ. Поднимаем очень сложные, но крайне важные вопросы. Участвуйте в нашем разговоре после краткого выпуска новостей. Звоните на Финам. Звоните на 65 10 99 6, код Москвы 495. И просто под впечатлением, понимаете, вот этого человека ненавистничества. Да, такая вот репрессивная, черная энергетика идет. Продолжим после новостей. 19 часов 31 минута. Реальное время. Финам.ФМ. Ирина Хакамадо. И так хочется, я все-таки произнесу, да, член Совета при Президенте России по правам человека и развитию гражданского общества. Звоните, пишите, господа. Ирина, ну вот то, о чем мы сейчас говорили во второй четверти, вообще звучит как приговор, да? То есть я здесь не могу потому и потому. Я там могу, да, я пойду там. Как приговор. Кутрировать, да. Но это молодое. А потом-то заскучают, очень многие возвращаются, потому что не выдерживают. Потому что менталитет другой. И особенно консервативное английское общество, ну и французское в такой же степени. Они, конечно, улыбаются, да, конечно, там заработаешь на свою квартиру, но тебя вообще-то никуда не подпустят. И с возрастом, когда вырастают амбиции к 35-40 годам, люди понимают. Ну вот они такие гости, которым позволяют жить хорошо. А это неинтересно. 25 лет интересно, а потом неинтересно. Поэтому возвращаются. И вот, конечно, встает вопрос. Какие институты могут регулировать здесь власть в сегодняшней ситуации так, чтобы, ну, иметь хоть какой-то результат? Какие? Парламент? Нет. Вы же долгое время были депутатом, да? Вам есть с чем сравнивать? Даже при Ельцине парламент ничего особенного не решал. Не решал. То есть в нашей стране парламент... Маргинальная штука. У нас такая конституция, при которой парламент окончательную, последнюю точку не ставит. Но при этом все-таки как-то воздействовал. Теперь совсем нет. Потому что есть стабильное большинство, и оно втюрено, вписано, прямо вбито туда, в эту вертикаль. Опять есть чувство страха, что не дай бог тут приворот какой-нибудь изобразят эти оппозиционные партии. Ну, это же эфемеризм. Ну, это глупость. Нет, ну, глупость... Или вы считаете то, что возможно, возможно, некое событие, которое изменит ситуацию? Я вот не хочу слово революция, да, Ирина, употреблять. Значит, возможен бунт непредсказуемый. Его вероятность вырастает именно в связи с тем, что нету добровольного самоогречения власти сверху. То есть вы допускаете? Я допускаю. Если так все будет продолжаться, то чем больше вы пар задавливаете, часть уезжает самых лучших, спокойных, а радикалы остаются, и они будут раскачивать лодку. Поэтому я всегда предупреждала власть, что если вам не нравится сегодняшняя оппозиция, радикальная, если вам не нравится болотный координационный совет, если вам не нравится удальцов, если вам в свое время не нравился Лимонов, а теперь вам не нравится кто там, Навальный или еще так далее, то вспомните, ребята, а кто их породил? Вот такой радикализм. Я же помню себя в оппозиции, я была очень вежливая, но меня давили так, как будто, я не знаю, монстр, который завтра заберет власть. Это смешно. Хакамада не в состоянии было никогда взять больше там 8-6% голосов. А машина давила полностью. Я это помню во время предыдущих. То есть было, потом никто не мог зарегистрировать партию, а это были мирные люди. И Немцов был очень мирный, и Касьянов очень мирный, и я была... Невозможно. И Рыжков был спокойный. Невозможно зарегистрировать. И мы же писали в блогах и везде, вот так вот будете закрывать, вырастет улица, которая будет уже пострашнее. Так оно и получается. Поэтому, конечно, ответственность, вопрос, да, яйца и курицы, кто виноват? Кто несет больше ответственности? Я считаю, что если уж мы с мышлением государственников, тогда не надо перекладывать на народ. Имперским мышлением. Да, да еще имперский. Не надо народ перекладывать. Вы взяли ответственность на себя. Вот тогда и берите за то, чтобы революции не было. И это на страхе не сделаешь. Как раз, чем больше строится система на страхе, тем больше возникает абсолютно бунтарское, радикальное, подпольное, кровавое сопротивление. Почему в бюрократии не возникнет, не сработает принцип самосохранения? Ребят, вы откройте эту крышечку, пусть порог-то выйдет. Но неужели это не очевидно? Они считают, что они приоткрыли эхо Москвы. Это что у нас? Кастрюлька. Новая газета. Новая газета. Это бумажная кастрюлька. Совет по правам человека. Это какая кастрюлька? Живая. Диалог идет, обратная связь. Хоть какая-то. Рассказываешь президенту, он с интересом слушает. Ну ладно. Примет, не примет, как получится. Подождите, вот сейчас такой интересный момент. Вы на вот этом заседании почувствовали, что Путин с интересом слушал докладчиков, вообще выступающих, задающих вопросов? Он очень внимательно слушает профессионалов. Очень внимательно. Марчакова он слушал очень профессионально. Очень внимательно. Потому что у него доклад был как раз по поводу проблемы с судами присязных. Вот я, кстати, воспользуюсь сейчас словами Ирины и проанонсирую. Тамара Марчакова будет у меня в реальном времени в ближайший понедельник. Вот спросите ее про все эти законы, потому что это беспредел. Он внимательно слушает. Но внимательно слушать это еще не означает, что соглашаться или делать какие-то выводы. Это вообще ничего не значит. Это ничего не значит, потому что президент сидит под камерами телевидения, рядом с советом, который сам же по своей инициативе создал, подписал указ. Чего же он будет не слушать-то? Он будет вежливым, будет внимательным. Что там в голове, мы не знаем. Поэтому я не служу никогда личности и человек. Он говорит, зачем ты пошла в совет? Осуществить обратную связь между президентом и своей частью общества. Я вот читаю лекции для среднего класса, мотаюсь по регионам. Я знаю, какие у него запросы, чего они думают. И я хочу осуществить власть. Но контролировать я ничего не могу, потому что не человек контролирует, а институт. И президент представляет из себя не Владимира Владимировича, а Путина. Это коллективный Путин. Это целый институт. И в этом институте есть разные направления и разные настроения. Но в целом они, конечно, защищаются. Ирина, подождите. Другими словами, Путин, в общем-то, может быть и неплохой человек. Это я не знаю. Я не работаю психоаналитиком, я не психолог, это не моя работа. Я знаю только одно, что один шаг вперед, два шага назад. То есть нет никакого прогресса в создании политической государственности. О чем будет, кстати, открытая трибуна. Нарышкин будет выступать. Я специально туда пойду, послушайте эту концепцию государственности. Потому что наша концепция государственности, это не модернизационное государство. Это не движение вперед, это маятник. Педотов хорошо сказал. Это маятник. То есть двинулись вперед, испугались, качнулись назад. Качнулись назад так далеко, что опять проблемы начались. Надо немножко вперед. Качнулись вперед. Ой, страшно. Еще дальше назад. Опять качнулись назад. Туда-сюда, туда-сюда. И ни одного реального подвижения вперед. Причем уже как это усталым голосом многие говорят, ну может нам все-таки клирикальные государства. Ну что, ребята, вы с ума сошли. Ну хватит, да? Ну хватит придумывать в прошлом, выковыривать из носа, вообще не поймешь что, и изображать из этого, что это спасение. Экстраполировать на будущее. Ищите в будущем, ищите в прогрессе. Есть только два варианта, или вы работаете, меняя, модернизируя саму власть и государственные институты сверху, и создаете переходный период через институты, может быть, вначале не такие обобщенные, а хотя бы начинаете с чего-то малого. Например, суды присяжных у нас начинают везде работать. Давайте вот по мелочи. Пусть будет суд присяжных. Это единственный суд, который от судьи напрямую не зависит. Начнем с одного кирпичика. Пусть это будет маленький кирпичик. Или вы этого не делаете, и тогда вы что? Вы асфальтом закатываете, мемориал создаете из вертикали власти, и чем он жестче, тем меньше у него гибкости, и он рухнет вот так вот, непонятно когда, в одну секунду, как рухнул Советский Союз. Мне же китайцы своими спрашивали, слушайте, объясните, как мог Советский Союз со своим ядерным оружием, с диким потенциалом, с огромными рынками, природными ресурсами, с покорным народом, который прожил столько лет еще и при Лене и при Сталине. Как мог Советский Союз вот так вот рухнуть, просто вот как колосс на длинных намах. А почему гибкости нет? Вот у меня вчера был Андрей Ларионов, человек, который, в общем-то, очень жестко воспроизводит события 90-х, да, в общем-то, вчера единственное, что не прозвучало, что Гайдар преступник. Да, он ненавидит и тех, и других. Очень близки мы были к этой фразе, да, Ирин, а вот на ваш взгляд, и у Андрея прозвучала такая мысль, либералы и демократы 90-х, да, несут ответственность за то, что вы согласны? Конечно, согласна. Согласна. В том числе и вы. Конечно, потому что вот тот разворот Маятника произошел назад, потому что он был заложен уже в тех стихийных движениях. Единственное, что их оправдывает, не могли родиться в Советском Союзе люди, обладающие государственным опытом управления, в ней они не могли появиться, да еще обладающие сумасшедшей политической культурой. Не могли. Из Ельцина не могло такого вождя родиться, потому что все-таки он оставался коммунистом, а строил совершенно другое общество. А ребята, которые решили, что они либералы, либералами не были. Они были такими либеральными экономистами. А все, что касается власти, взаимоотношений с людьми, были такими же внутри авторитарными правителями. А что, Анатолий Борисович, он шел либерал? Ну, о чем вы говорите? Ну, он вертикальство его построит и все. Сказал, пошел выполнять все. Борис Немцов, Владимир Рыжков. А Владимир, мне кажется, Рыжков тоже внутренний авторитарный человек. Он вежливый, он устраивает горизонтали, но по большому счету, мне кажется, он мечтает быть главным. Борис нет. Борис самый расслабленный из них. Ну, может, поэтому у него с сексом все хорошо. Сейчас вот в Координационном совете оппозиции, я так наблюдаю со стороны, да, у них там идет жесткая такая дискуссия. Да, и все то же самое, кто главный. Да, и сегодня, кстати, появился пост того же Бориса по поводу, ну, стоит ли там пики ломать на лозунге «Путин, уходи», «Путина в отставку» или стоит… Вот надо уходить. Ирина, я хочу вас спросить, вот как вы? Я считаю, это фундаментальная ошибка оппозиции. Нельзя всю оппозицию, всю свою программу строить на «Путин, уходи». Если вы считаете, это ошибка. Это ошибка. Это может быть некий пиаровский ход уличный, нет проблем, яркость митинговая. Эффектно, достаточно. Эффектно, тот уходи, этот уходи, Деголи уходи, все это, да. Но вы же понимаете, что вам работать в долгую, что режим просто так не меняется. По логике, вам все равно, что будет дальше, лишь бы только главная страшилка ваша ушла. То есть вы настолько слабы, что для вас Путин – это мировое зло, это какая-то мистификация Путина и так далее. Это система, надо бороться с системой власти. Будет там Путин, будет там Васин, будет там тот, будет другой. И потом, дорогие мои, если вас туда поставить, вот Навальный, он будет диктатором, как вы думаете? Не знаю. Не провоцируйте меня. У меня очень сложное с этим человеком отношение, да. Именно в этой же студии родился известный мем, и потом был эфир, мега-суперпопулярный. Не знаю, не застрахована. Мой опыт показал, что все либералы-демократы, как только начинают строить свою хату, в этой хате они такие же паханы. Ну это, слушайте, это второй приговор, который сегодня вы, Ирин, вынесли. Ну я поэтому ушла из политики. Вы что думаете, почему я из нее ушла? Потому что я кремляши или испугалась? Нет, я устала. Я устала бороться со скелетами. И возвращаться не хотите? Не хочу. Я устала бороться с этими скелетами в собственном шкафу. Оппозиция – это свой шкаф. И в этом шкафу столько скелетов, ну что же можно? Получается, что все силы уходят на внутривидовую борьбу. А уже бороться с другим видом не успеваешь, ты уже непрофессионная. Такая внутренняя политическая эмиграция? Возня. У меня? Да. Нет, почему? Я пишу блоги, я участвую в совете, я читаю лекции среднему классу, правда, не политические, но я же читаю бизнес-классы. И я объясняю, как быть… Много летаете, встречаетесь. Да, я объясняю, у меня аудитория по 600, по 1000 человек, я объясняю, как быть успешным, как начинать стартапы, как вести коммуникацию, как научиться общаться с людьми, как создавать свой лидерский институт и при этом быть свободным, брать ответственность на себя, брать все риски на себя. Но вот в той политике, как она сейчас, вы не хотите участвовать? Нет, и не хочу вообще ни в кого. Ирина Хакамада, сегодня в реальном времени, после краткого выпуска новостей, звонки и письма. 19.48, это реальное время, Финам.фм, Ирина Хакамада сегодня у нас в гостях. 65.10.99.6, код Москвы 495, финам.фм, наш портал в интернете, там же идет и прямая веб-трансляция, вот эту четверть я исключительно проводим в интерактивном режиме. Давайте так, я вот некоторые вопросы отберу, но я их цитировать буду, вот как они есть. И у нас звонки без предмодерации сразу в прямой эфир. Виталий пишет. Ирина, а как вы объясните, значит, события, которые связаны с рейдерскими захватами? Что вообще происходит в бизнесе? Ведь все борются, а по факту рейдерство разрастается. Да. И почему? Потому что оно крышуется. Кем? Давайте я задам романтический вопрос, кем? Ну как кем? Ну тем, кто крышует все на свете, но они не бандитами. То есть рейдеры это бандиты, а крышуются они теми, кто им заказывает захват предприятий. Чаще всего это те спецслужбы, которые обладают ресурсами, чтобы расплатиться и потом забрать то, что они захватили. Вагоны? Конечно. А с этим никак не поборешься? Это же институт. Ну я сказала, у нас нет независимых институтов. На самом деле не надо так бояться, не нужно так дергаться, нужно пытаться. Я знаю несколько случаев, когда при рейдерском захвате эти ребята работали скучно, объединились, прямо команда, и бесстрашно пошли в бой, включая использование судов и всей машины. В рамках закона? В рамках закона и победили. Потому что они тоже боятся. Они видят, что человек начинает серьезно сопротивляться и готов идти во все тяжкие публичные и так далее, и могут отъехать. Они очень часто наезжают на того, кто сдается очень быстро. Добрый вечер, в эфире как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Илья. Очень мало людей. То есть людям совершенно было интересно. Я когда узнал, классно, Ирина Хакамадова, там, наверное, себя видели, говорит, да нет, у нас, в принципе, практически никому не интересно было. Вот, в чем дело, почему так? Ну, это было давно. Если человек не был левым, тот не сможет стать в старости настоящим, консерватором правым. И они больны идеей справедливости. То есть их не интересует рынок. Что касается студентов, то я приезжала тогда и в то время, когда была абсолютная политическая апатия. Это были великие нулевые. Деньги сыпались на голову. Владимир Путин только пришел к власти и подвезло конъюнктура, стала хорошая. И помните, был главный клич, Россия встала с колен. Наконец-то. Мы, в конце концов, империя. И пошли эти штаты, до свидания. И у нас все шикарно. И сыпаться будет теперь всю жизнь. И была такая вера, что никакие хакамады. Никто нахрен нам не нужен. Идите вы к черту, это оппозиция и так далее. Вот он, все. Ну, а потом кризис 2008 года, началось разочарование. И сейчас ситуация уже совершенно другая. И рейтинги другие, популярность другая. И власти приходится вести диалог. Поэтому страна левая, так много голосующих, потому что очень много бедных. А что касается равнодушия к политике, то это тренд прошлого. Сейчас разбираться в политике, ходить на митинги, хотя бы в качестве гостя. Просто смотреть, что происходит. Биться в интернете, в твиттере, в фейсбуке. И это стало очень модным. Поэтому здесь уже все поменялось. Наталья, хороший комментарий прислала в твиттер. Я бы за Ирой пошла. Жаль, никуда не ведет. Ну, конечно. Я уже поводила. Не пошли. Не пошли. Это честно. Пошло сколько там у меня? 4,5%. Ребята, не надо. Я поводила. Президентская компания была. Лидером партии была. Своей партии тоже создавала. Никто никуда не пошел. Пошло моих верных 4,5%. С такими процентами в России нечего делать в политике. Если вы собираетесь на нее влиять. Добрый вечер. Как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Максим. Да, Максим. Здравствуйте. Хотелось маленький комментарий дать по поводу вашей дискуссии. По-моему, во второй четверти. Есть такое мнение, что боится наша текущая власть не только того, что развалит или рухнет по итогам Союза. А, возможно, вертикаль, которая выстроена между политикой, властью и бизнесом, она же постоянно подписывается деньгами. Легально или нелегально – это уже другой вопрос. И если придет какой-то новый режим, тогда же какие-то люди сменятся. Получается, что кормушка финансовая, она либо совсем истякнет, либо, скажем так, сильно поредеет. То есть вы считаете, главная мотивация тотального давления власти и ограничения независимых институтов – это удержание своих финансовых источников дохода? Я не считаю это главной мотивацией. Я просто думаю, что это один из тех факторов, которые в любом случае спать спокойно не дают. И они при прочих равных будут тоже рассматриваться серьезно, потому что одно дело, когда у вас есть хотя бы финансовый рычаг давления на что-то, другое дело, когда у вас его совсем нет. В частности, вот можно как пример рассмотреть, фильм такой был «Отель Руанда», если смотрели. Спасибо. Спасибо. Ну, согласна. Частично это присутствует. Это, конечно, не главная доминанта, потому что есть три составляющие всегда у государства. Это власть, это СМИ и это деньги. Деньги важны, СМИ важны, но потеря власти – это уже катастрофа. Павел Асамар пишет, Ирина, а есть смысл в интернет-площадках, на которых организовывается обсуждение проблемы, вырабатываются решения, сбор обратной информации, собственно, электронное правительство придумали, да? Может, есть эффект? Да, есть, они читают, особенно правительство, поэтому вот если вам не понравились законы, или вы их не поняли, вам нужно обязательно докопаться, узнать, как они действуют. Потому что если вы предприниматель, вас это коснется и будет неожиданным, что вы не предполагали, что вот за это у вас срок может грозить. То есть надо разбираться в своем законе, пусть он даже сложный, запутанный специально. Нужно разбираться, для этого его нужно обсуждать, а чтобы с ним бороться, самая мирная модель, такая тихая, вы не ходите на митинги, вы не хотите участвовать в политической жизни, вы даже голосовать ни за кого не, но вы же хотите защитить себя и свой бизнес, да? Обсуждайте, выходите на электронное правительство, предъявляйте претензии, что это вы такой за закон выдвинули, он неграмотный, консультируйтесь, обсуждайте в форумах. И они, когда видят шум, особенно со стороны среднего класса, они все-таки его хотят удержать. Их не интересуют эти революционеры, радикалы, пусть повопят или пусть валят из стороны, но средний класс очень волнует. И если в интернете видят, что все очень негативно и подробно профессионально обсуждается, то может произойти или торможение закона, или скорректируют. Вы не думайте, каждая капелька, она все равно в общую волну идет. То есть смысл есть? Есть. Добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер, Мария Москва. Да, Мария, слушаю вас. Здравствуйте, Ирина. Здрасте. Очень рада вас слышать. Спасибо. Вы сказали несколько минут назад буквально, что вы читаете семинары относительно, ну, по бизнесу такому направлению, как стать успешным. Понимаете, нашей организации 20 лет. И, то есть мы довольно тяжелые времена работали. И при Ельцине это было тяжело. Но мы работали, мы действительно выполняли работу. Теперь, вот последние два года, это вот накатывается как снежный ком, работа, реальная работа становится все меньше, а очень много нам приходится заниматься чистой воды профанацией. Потому что до нас, как до реальных исполнителей, не доходят деньги. Они оседают все в организациях-прокладках, которые стоят между, собственно, исполнителем и той глобальной организацией, которую выиграл, допустим, тендер. Вы понимаете, и вот как я могу, вот как такие вот, у нас, в общем-то, малый бизнес. Как наши организации, это подобные нам, в общем, мы выпускаем интеллектуальный продукт. Как мы можем быть успешным, если нам просто, извините, не платят. Мы даже не можем ничего вот не шевельнуться, не выйти. То есть, естественно, в тендерах крупных мы участвуем, да, мы участвуем, но победить в них невозможно. Да, спасибо. Как выжить? Или даже как жить? Ну, выжить можно только одним способом. Делать все возможное, чтобы изменить ситуацию внутри. И второй вариант. Вы выходите из этого бизнеса и делаете параллельный, другой, свой, рискуете, находите инвесторов или вкладываете свои деньги. То есть, голову пеплом не стоит посыпать? Да нет, ну что? Ну что, так невозможно сжить. Я, например, тоже в политике была в дикой ситуации. Я была в меньшинстве. Два созыва в парламенте. Я была одиноким депутатом. И со мной тоже никто не считался. И я все равно аккуратно. Я передавала. Это хитрость. Это такие айкидошные технологии. Но закон о некоммерческих организациях, над которым работала я, я отдала таким людям, которые смогли его провести через парламент. То есть, у меня не получилось дважды. Я подарила. Не буду называть эти известные фамилии. Это были левые, но они протащили. Реализовали. Реализовали. Поэтому или так, или резко свое. Все-таки хочу закончить письмо Галины, которое написало Ирине. Огромное спасибо. Когда ее слушаешь и видишь, появляется маленькая надежда. Спасибо. Поехали. Поехали. Продолжение следует...